Вусим хай, с вами Алена. Сегодня я вам расскажу про новое обновление в Адопт.Ми. А, ой, простите, про новое мега обновление в Адопт.Ми. Погнали. Первое, о чем я вам хочу рассказать, это... это локация, пиццерия. Когда мы заходим, нас встречает просто бомбический интерьер. Простите, что так темно на экране, потому что я снимала, когда была ночь, а когда день, это просто прекрасно выглядит. В пиццерии есть три работы. Первая это повар, вторая это уборщик, третья это официант или как-то. Так вот, только что я устроилась на работу. В этом окошке к нам должна приезжать машина, и люди в соседней комнате должны нам готовить пиццу. Но так как я на вип-сервере, этого всего нет. Давайте-ка я устроюсь на вторую работу. Вторая работа это повар, как я понимаю. Здесь нам нужно готовить пиццу. Ну логично, что еще в пиццерии делать поваром? Готовить пиццу. Здесь нам нужно взять тесто, подойти вот сюда и раскатать тесто. Ну, точнее, это наш персонаж за нас делает. Когда мы раскатали тесто, нам нужно подойти вот сюда. Вот, смотрите, начался день. Посмотрите, как это ваушно смотрится. Вау просто. Ладно, не буду отвлекать. Здесь у нас есть ингредиенты. Но если у вас они закончились, вы всегда их можете взять. Сейчас покажу где. Вот здесь, что у нас закончилось, мы просто берем и идем назад. Вот сюда. И у нас, видите, появляется сыр. Мне кажется, все легко и просто. Вот наше тесто. У меня появились все ингредиенты. Наверное, когда у меня пропали ингредиенты, то просто был какой-то лак. Потом, когда мы наклали все, что нам нужно, нам нужно пойти к пече и нагреть нашу пиццу. Когда будет вот такой вот звук, нужно вынимать пиццу и ложить вот сюда. Потом официанты будут брать эту пиццу и носить вот сюда, к машине. Вот, смотрите, приготовила пиццу и сразу приехала машина. Но перед этим нам нужно положить вот сюда вот пиццу, чтобы она была тепленькая. А потом отдать уже заказчику. А, ой, простите, я забыла про коробку. Вот. Здесь у нас находится коробка. И отдавать этому человеку или машине, просто там человека нету. Вот как-то так. Потом мы можем пойти и оставить свой отзыв, но я этого делать не стала. Следующая локация, это у нас парикмахерска. Там только одна работа. Я, если честно, очень ждала эту обнову. А вы ждали? Напишите в комментариях. И мне очень интересно, что за той закрытой дверью. Просто я даже понятия не имею. Вот, мы уже стали работать здесь. И здесь люди нам будут приносить питомцев, а мы будем их красить. Но так как я на веб-сервере, я возьму своего питомца. Я уже, конечно, его покрасила в фиолетовый, но еще покрашу. Так можно создавать новых питомцев. Но когда вы будете давать человеку этого питомца, в тренде не будет видно, что вы его покрасили. Я не понимаю, почему так. Ну ладно. Кстати, ребята, если вам не нравится, как вы покрасили своего питомца, вы всегда можете зайти в эту комнату и помыть своего питомца. Я сама недавно об этом узнала и была просто в шоке. Так вот, ребята, чтобы не работать больше на этой работе, вам нужно нажать на вот эту вот кнопку. Надеюсь, объяснила. Как-то так. На той работе, то, что я покрасила своего питомца, мне дали 10 баксов. Но я хочу, ребята, разобраться с этой черной дырой, которая засасывает деньги. Есть у меня две теории. Первая теория – это то, что в скором времени нам не будут давать баксы за прокачку пэтов и за то, что мы работаем на разных работах, но это маловероятно. А вторая – это то, что эта черная дыра никому не принесет вред и она там стоит просто так. А на третью теорию мне мозгов не хватило. Как-то так. Надеюсь, это видео залетит. И да, ребята, завтра итоги конкурса. Что, ты не знаешь о конкурсе? Тогда смотри мое предыдущее видео. Всем до новых встреч. Пока-пока, зайки. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока-пока.